Прежде всего хотел бы извиниться за собственное невежество от того, как в моем скудном вокабуляре английского языка, окромя глагола to sharpen and to hone, что соответственно обозначает более грубую стадию заточного процесса и доводочную, что глагола to wet отсутствовало. Поэтому именно благодаря вам, мои дорогие друзья, теперь я стал еще и, скажем так, носителем вот такого определения wet. Это тоже точить, поэтому здесь никакой ошибки нет. Я прошу меня просить. Теперь непосредственно к осматриваемому объекту. Буквально днями мы уже знакомились с ее родной сестрой. Это абсолютно суперсовременное изделие мануфактуры Dovo. Данная бритва принадлежит Дмитрию, которого я отдельно сердечно приветствую. И он попросил выполнить заточку данной клинковой бритвы. Что, в общем-то, и было сделано. Однако предварительно была проведена микроскопия клинка. Надо отметить, что, как и в прошлом случае, естественно, все осмотрел. Однако состояние вот этой штуки мне понравилось больше от того, как не присутствовали в ней вот такие огромные сколы в области режущей кромки. Однако состояние на этой конкретно бритве, оно такое, ну, тоже было, показалось мне, что от того, как сталь далеко не самая идеальная в плане термической обработки при производстве, Скорее всего, дали здесь приличную твердость, однако в ущерб эластичности. Поэтому, ну, опять же таки, на мой кривой глаз показалось мне, что гоняли основательно ее на ремешке. И сама вот эта область режущей кромки непосредственно, верхняя точка, там металл, он такой, как бы, подвержен микроизменениям линейности. Другими словами, такой, ну, не заусенцем, не оверхоном это не назвать, просто, скажем так, определенного рода недостатки по стали. Поэтому, естественно, постарался это все исправить настолько, насколько это было возможно. И, кстати, сказать, и в этом случае, опять же таки, выручила меня правка ладонная от того, как, ну, понятное дело, доводка осуществлялась на свободном зерне Тюрингийца. Ханзаном выступала яшма техническая от Валерия, которого я отдельно, сердечно приветствую и бесконечно благодарю. Поэтому, естественно, удалось, насколько это возможно, аккуратненько, очень аккуратненько, без лишнего давления, обработать рабочую режущую кромку. Во-первых. Во-вторых, совершить первый этап из двух возможных правка ладонная. Вот она по-прежнему, я просто в диком восторге и не могу нарадоваться. Она позволяет создать именно вот этот микроконвекс на, ну, там буквально микроны, микроны, микроны на самой режущей кромке. Тем самым слегка подымается, естественно, результирующий угол. Но это в бритье только выражается повышением комфорта. И, естественно, увеличивается номинальная стойкость области режущей кромки. Поэтому, единственное, меня до сих пор беспокоит момент вот этот. В оправе клиночек ходит крайне свободно. Я сейчас и спрошу разрешение у законного владельца. Если он даст добро, я перед отправкой сам ее капельку осевой этот подобью. От того, как, конечно же... Дело в том, что опасения мои следующие. Когда очень свободно клинок в осевом ходит, велика вероятность того, что бритва опустится далеко не в самый нужный момент. А далеко, опять же таки, не все разорманьяки держат за правило не перехватывать клинок вот пальцем вот таким вот образом. Или таким образом. Короче говоря, на вот эту поверхность в открытом состоянии бритвы я крайне не советую вот сюда пальцы закладывать. У меня уже тысячи раз клинки, даже тупые клинки, опускались на палец. Я вам должен отметить, ни к чему хорошему это не приводило никогда. А клинок, если даже он тупой, я отдаю вам... Можете мне поверить. Как говорил один мой дружбан, поверьте, моему набитому глазу. Поэтому... Но этого делать не стоит. Очень-очень хорошо и очень свободно в мягкие ткани проникает клинок, даже если он абсолютно тупой. Поэтому с этим внимательно. Ну, об этой единице, естественно, все. Сейчас, опять же таки, если Дмитрий даст добро, я самую капельку осевой подобью. И, естественно, буду бритву паковать и отправлять. А у меня еще сегодня очень интересное исследование. Я, опять же таки, не оставляю идею довести до ума лезвие от Фезера. У меня, наверное, что-то родилась забавная идейка. Я хочу ее в жизнь воплотить и вас с результатами вот этих изысков ознакомить. Поэтому по единице все. Отправляется, пакуется законному владельцу. С вами же, дорогие друзья, я искренне надеюсь. Надолго не прощаемся. До скорых встреч в эфире. Бонзай!